Конец 20-х и начало 30-х годов 20-го века, помимо прихода в кино звука, знаменательны еще и расширением медийного пространства вокруг кинематографа. Так, в 1929 году состоялось знаковое событие для мировой популярной культуры – церемония вручения награды Американской киноакадемии, которая позже получит звучное название «Оскар». Тогда лучшим фильмом была признана немая военная драма Уильяма Уэллмана «Крылья», ставшая единственным незвуковым фильмом, удостоенным главной награды за всю историю премии. В Европе же в начале 30-х набирает обороты фестивальное движение. В 1932 году свои двери для гостей распахнул Венецианский кинофестиваль. Появление подобных мероприятий очень благотворно сказалось на европейской киноиндустрии, ослабленной Первой, а затем и Второй мировой войной. Состоявшиеся режиссеры могли представить на суд публики свое новое творение, а молодые постановщики громко заявить о себе. Все это активно освещалось и обсуждалось в прессе, и тем самым создавалось плотное информационное поле, благотворно влияющее на и без того неумолимое развитие кинематографа. На GSTV – следующая пятерка фильмов, которые изменили мир. Страсти Жанны Дарк Для кинематографистов жизнь и судьбы известных исторических личностей представляют собой практически готовый сюжет, который нужно просто взять и правильно адаптировать для экрана. Неудивительно, что большое количество режиссеров обращалось к истории своей и не только своей страны. Одним из них стал датчанин Карл Теодор Дрейер, снявший на излете эпохи немого кино один из лучших незвуковых фильмов. Страсти Жанны Дарк повествуют о последних днях жизни национальной героини Франции. Действие в сжатой форме повторяет зафиксированное сохранившимися протоколами и документальными свидетельствами очевидцев события, состоявшиеся в 1431 году в Руане – инквизиционный суд над Жанной Дарк. Тщетные намерения заставить ее отречься от ереси и, по сути, сломить ее дух – через допросы, пытки, провокации, подлоги и финальную казнь. Страсти Жанны Дарк вошли в историю кино как один из лучших, если не самый лучший фильм за всю историю Франции. Мастерство режиссера позволило добиться небывалой вовлеченности зрителя и эмоционального накала происходящего на экране. По задумке Дрейера, фильм для усиления эффекта должен был демонстрироваться в полной тишине, без какого-либо звукового сопровождения. Эта лента, прежде всего, показала состоятельность метода незвуковых фильмов в условии переменчивости кинематографа. На закате своей эпохи немое кино не агонизировало, а давало зрителю настоящее искусство. Многие киноведы и критики называли актерскую игру Марии Фальконетти лучшие из когда-либо запечатленных на пленку, а сама картина до сих пор остается источником настоящего духовного экспириенса. Человек с киноаппаратом Советский режиссер Дзига Вертов, известный прежде всего как один из важнейших теоретиков документального и авангардного кино, вошел в историю также как великий экспериментатор. На протяжении долгого времени с оператором Михаилом Кауфманом они снимали на улицах Одессы, Киева и Москвы все, что им казалось интересным. Так, на свет появился величайший из документальных фильмов – «Человек с киноаппаратом». Современного зрителя может смутить такая хвалебная характеристика творения Вертова. Кто-то даже будет отрицать, что это фильм, так как он представляет собой череду сменяющихся фрагментов, а зачастую и нескольких кадров. С одной стороны, «Человека с киноаппаратом» можно рассматривать как картину, призванную запечатлеть хаотичность и суетность жизни человека в XX веке. Однако замысел Вертова был гораздо глубже. Режиссер хотел исследовать, понять и показать все возможности киноязыка, по его мнению, принципиально отличающегося от языка литературы и театра. Режиссер отринул титры как элемент литературного повествования и открыл способ передачи смысла чисто кинематографическими средствами, через сложнейшие приемы визуального сопоставления и ассоциативного монтажа. Вертов был убежден, что те процессы, которые остаются вне поля человеческого зрения, способны запечатлеть современная кинотехника. Инструментом глубинного анализа повседневной реальности виделась монтажная обработка и ритмическая перетасовка отснятых изображений. «Человек с киноаппаратом» — настоящая поэзия операторского искусства и симфония монтажа. Вертовым были изобретены и введены в обиход многие из тех приемов съемки, которым сейчас учат во всех киношколах. Земля В 1930 году классик советского кино Александр Довженко выпустил свой, пожалуй, самый известный и значимый фильм. Немая драма «Земля» рассказывает историю одного украинского села накануне коллективизации, в котором молодежь агитирует жителей вступить в колхоз. Прибывший из райкома трактор перепахивает земельные наделы и межо, отделяя коллективное хозяйство от частного. Это становится отправной точкой сюжета и приводит к необратимым драматическим последствиям. Мир героев фильма никогда не станет прежним. Как и броненосец Потемкин, «Земля» Довженко — это прежде всего поэтическое высказывание, несмотря на соцреалистическую канву сюжета. Фильм завершает украинскую трилогию режиссера, начатую картинами «Звенигор» и «Арсенал». Собственно, Довженко стал одним из первых постановщиков, высказавшихся в своей работе на тему коллективизации. Однако «Земле» далеко до обычного агитационного фильма. В простой сюжет режиссером была вплетена сложная философская проблематика — осмысление жизни, смерти и любви. В Советском Союзе картина подвергалась критике за излишний натурализм, в частности, за сцену обнаженной натуры, а также введение в повествование «Линии языческого культа природы». Однако за рубежом фильм получил признание как один из самых поэтичных в истории советского и мирового немого кино. Цитаты из «Земли» можно встретить во многих советских и зарубежных кинолентах — от кубанских казаков Ивана Пырьева до Манхэттена Вуди Аллена. В 2012 году началась масштабная реставрация фильма, в рамках которой украинская этнохаус-группа «Даха Браха» записала для картины новый аутентичный саундтрек, подчеркивающий ее национальный дух. А в 2015 году «Земля» была включена ЮНЕСКО в число шедевров мирового кинематографа. На Западном фронте без перемен На Западном фронте без перемен — классический роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, одним из первых затронувшего тему потерянного после Первой мировой войны поколения. Книга вышла в свет в 1929 году. Голливуд уже тогда был падок на экранизации книг, и год спустя на экраны отправился одноименный фильм, довольно быстро ставший кассовым хитом. Картина Льюиса Майлстоуна рассказывает о простых немецких школьниках старших классов, которые под действием патриотической пропаганды идут на войну, принимая ее как игру, и не знают, что впереди их ждет только смерть. Картина была удостоена Оскара в категории «Лучший фильм» и «Лучшие режиссеры». Несмотря на некоторое смещение акцентов, На Западном фронте без перемен сумел довольно точно передать дух оригинала и стал одним из первых фильмов с ярко выраженным антивоенным пафосом. Данный факт даже сказался на судьбе одного из актеров. Лью Эйрс, исполнивший роль Пауля Боймера и получивший во время съемок определенный моральный опыт, отказался от военной службы во время Второй мировой. Фильм использовал до 2000 человек массовки и более 200 акров земли для съемки крупномасштабных военных сцен. В этой картине также впервые в истории кино был использован специальный передвижной кран с камерой. На Западном фронте без перемен – одна из лучших экранизаций в истории кино и одно из первых значимых антивоенных высказываний, которая звучала особенно ярко и актуально в перерыве между двумя мировыми войнами. Симаррон Тридцатые годы в США стали десятилетием вестернов и продолжением развития главных традиций этого жанра. Картины о завоевании Дикого Запада приобретали канонические черты. Внутри жанра определилось несколько существенных и важных для понимания его дальнейшей эволюции видов. Десятилетие началось с эпической картины Симаррон, снятой по одноименному роману Эдны Фарбер и рассказывающей историю адвоката Янси Кравата, который, узнав о земельном буме 1889 года в Оклахоме, вместе с женой отправился искать счастье на Запад. Несмотря на положительные отзывы критиков, картина провалилась в прокате, что, однако, не помешало ей стать первым вестерном, удостоенным Оскара в категории «Лучший фильм». Эпичность, с которой режиссер подошел к съемкам, не вполне характерна для вестернов и встречается не так уж и часто. Например, для съемки сцены, которая иллюстрировала земельную гонку в Оклахоме, потребовалась целая неделя, 5000 статистов и 28 операторов. С Симаррона, по сути, начался золотой век жанра, который в дальнейшем пережил немало трансформаций, взлетов и падений. Более того, картина Уэсти Раглза представляет собой еще и образцово-показательную драму, в которой история одной семьи развивается на фоне реальных исторических событий. Симаррон, пусть и не самый известный вестерн, но определенно один из важнейших в истории кино. Мы продолжим рассказывать о 100 фильмах, которые изменили мир, ровно через неделю. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями на GSTV. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!